Не уверен, могу ли я говорить за всех, но я просто ошеломлен вниманием к деталям и планированиям, которые стоят за этой программой. Это действительно невероятно. И я надеюсь, что Садгура становится подробнее на том факте, что эта программа проводится командой волонтеров, молодых волонтеров, они проделали невероятную работу, чтобы дать всем нам этот неповторимый опыт. Садгуру, можете ли вы помочь нам понять, каково проводить подобную программу при поддержке волонтеров? Вы путешествовали по всему миру. Приготовления к этой программе шли последние несколько месяцев. Что вселяет страсть и преданность в этих молодых волонтеров? Волонтеров по своей сути волонтерство означает стать готовым. Или другими словами, стать абсолютным «да» жизни. Большинство людей говорят «да», когда им это удобно, и «нет», когда им это неудобно. «Да», если им это что-то принесет, и «нет», если это им ничего не даст. Волонтер отбросил только одну вещь. Но это очень важно. Он просто отбросил один этот расчет. Что я могу получить? Если человек отбросит только один этот расчет, что я могу из этого получить, то внезапно он становится феноменальным. Я всегда показываю людям, на что способны наши волонтеры. Для нас это небольшая программа. Если вы посмотрите на крупные мероприятия, которые мы проводим, такие как, например, фестиваль Махашваратри, его посетят более 1 миллиона человек в течение всей ночи, с 6 вечера до 6 утра. Или если вы посмотрите на проект Green Hands, или программы по поддержке населения сельских областей, или практически что угодно, что мы здесь делаем. Например, купол Диана Линги. Просто чтобы дать вам представление, чего это стоило. Купол построен таким образом, что при его строительстве не использовался ни цемент, ни сталь. Простая технология заключается в том, что все кирпичи пытаются упасть одновременно, и поэтому упасть они не могут. Это все равно, что толпа людей одновременно пытается выбежать через дверной проем. И они не могут. Если только среди них не найдется вежливого человека, который уступит дорогу, тогда они смогут пройти. Но вежливость у кирпича отсутствует. Так что они пытаются упасть вниз, но не могут. А для строительства купола потребовалось 180 тысяч кирпичей. Каждый из этих 180 тысяч был измерен волонтерами вплоть до миллиметра. Если бы кто-то по невнимательности пропустил кирпич на 2 миллиметра короче, чем нужно, вся структура могла бы обрушиться. Так что я встретился с ними и сказал, вот какое значение это имеет. Вот что я вам доверяю. Возможно, вы никогда не имели дела с кирпичом, но вам нужно измерить их таким образом. И мужчины, женщины, дети сидели и измеряли их дни и ночи напролёт. И когда мы начали возводить купол, купол должен быть возведён очень быстро, чтобы он не упал. Каждое кольцо нужно было завершить как можно скорее. Это просто один из примеров. Было сделано огромное количество подобных проектов. Что же их вдохновляет? Видите ли, есть нечто, что простирается за пределы страсти, что-то, что простирается за пределы мотивации, выгоды. И для человека это имеет большое значение. Обычно большинство людей не исследует это измерение. Вся их жизнь остаётся в пределах некоторых ожиданий выгоды, ограниченной страсти, ограниченной интенсивности. Но волонтёры живут интенсивной жизнью. Люди работают ночами, днём они тоже работают. Когда же они спят, они не спят. Это мой личный опыт. Я активен от 20 до 22 часов в день. 7 дней в неделю. Поскольку есть определённая работа в США и других частях мира, каждый из которых в своём часовом поясе. Если я просто позвоню кому-нибудь в 2 часа ночи, например, одному из вами, ни разу я не слышал, чтобы на звонок ответили заспанным голосом. «Ну что там, Садгуру?» «Нет, Садгуру?» не имеет значения в какое время дня или ночи. Это величайшее благословение. Жить среди интенсивных, сфокусированных людей, готовых отдать себя тому, что необходимо сделать. Это самое большое удовольствие, которое только может быть в жизни. Это самая большая удача, которая только может быть в жизни. К счастью, у нас это есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ